Приветствую вас! Итак, я прочитал ваш вопрос, посмотрел ответы своих коллег, они вам уже довольно-таки много ответов написали и рекомендации свои дали вам. Вот. Только, ну, знаете как, не то чтобы неправильные, я бы не сказал, наверное. Что они неправильные, просто мне показалось почему-то, что это, ну, может быть, не совсем то, что вы хотели бы услышать, а не совсем то, зачем вы обратились к нам. То есть вы говорите, как мне выстроить свой диалог с мужем для того, чтобы понять, чувствует ли он вину за измену. Вы говорите. Я вас очень хорошо понимаю. Вам действительно хочется понять, что чувствует ваш муж, потому что он совершил довольно-таки серьезный проступок, он вам изменил. и мы сейчас, конечно, не будем говорить о том, почему это произошло, как так получилось и так далее, и так далее. Это не столь важно сейчас. Важно сейчас немножечко другое. Как с ним поговорить. Вот, давайте попробуем на этот вопрос ответить. Если ваш мужчина, как вы говорите, интроверт, то задавать вопросы ему, задавать вопросы какие-то именно ему, ну, смысла, как до кого вообще не имели. Потому что человек вам, попросту говоря, не ответит. Если я правильно вас понял, человек не ответит вам. Он еще больше в себе замкнется, еще больше как-то будет от вас отдаляться, и в итоге ничего вы не добьетесь. Здесь нужно говорить не о нем и спрашивать на самом деле не его. Здесь нужно говорить о вас и концентрироваться именно на вашем поведении, на ваших чувствах, на ваших эмоциях. То есть, что это значит? Вам нужно вести себя подавленно, растеряно, грустно, и говорить об этом своему муе. То есть, вам нужно говорить муе о том, что вы чувствуете. Не задавать какие-то вопросы ему, а говорить о том, что вам очень плохо, из-за того, что он вам изменил. Ну, что, кстати говоря, наверное, не является такой уж неправдой. То есть, понимаете разницу? Вы говорите своему мужу о том, что вам плохо, что вам тяжело. Вы говорите своему мужу о том, что вам трудно, что вам невыносимо жить с этой мыслью, да, что он вам изменил. Вот, понимаете, да, какая интересная постановка вопроса. Ну, на мой взгляд, конечно, интересная постановка вопроса. Понимаете? То есть, вот именно это является правильным, правильным поступком здесь. А не вытаскивание у вашего мужа каких-то фраз в ответ на свое поведение вы увидите его реакцию. И его реакция покажет вам, чувствует ли он вину или нет. Если чувствует вину, то он будет стараться вас как-то порадовать. Если он чувствует вину, он будет стараться что-то для вас делать. Если он чувствует вину, он будет как-то вот свое поведение менять и так далее. Если нет, то его поведение будет абсолютно неизменным. Оно будет таким, что оно не будет меняться. Это означает, что человек вину свою не ощущает. То есть если ваш мужчина интроверт, то у вас есть два так сказать цивилизованных пути выяснить, испытывает ли он чувство вины. Первый цивилизованный путь это вывести его на эмоции. То есть разослить человека. Но это другой вопрос получится ли это у вас, потому что это не так просто, это не такая простая задача на самом деле. Не такая простая задача вывести человека на весь, а тем более интроверт. Вот, поэтому не могу сказать, что у вас это обязательно получится. как не могу сказать и то, что будет ли от этого эффект какой-то такой вот, знаете, действительно серьезный эффект, я имею ввиду. То есть, например, не сделаете ли вы этим хуже себе? Вот этот момент я думаю вам нужно учитывать обязательно. Потому что, ну, если, например, вы хотите опять же отношения свои сохранить, именно сохранить, именно сохранить, то я полагаю, что вам нужно все-таки как-то вот наверное этот вариант отложить, потому что он не подходит вам, мне кажется. Именно вот если мы с вами говорим конкретно о данном аспекте, и это называется только косвенное воздействие. Косвенное воздействие это именно то, о чем я говорил, то есть ваше поведение, вот как вы себя будете ставить, как вы себя будете профессионировать, так вот и будет развиваться его поведение. Ну в принципе наверное на этом можно закончить, потому что про чувство вины вам в принципе уже рассказали, сказали зачем оно вам и так далее. Я хочу только добавить от себя то, что видите ли, чувствую их нехорошо, иногда оно полезно, но в очень дозированных количествах, понимаете, то есть если если вы переборщите с этим чувством вины, то может быть вы сделаете только хуже. И вот мне бы честно говоря не хотелось, чтобы вы сделали хуже. поэтому если вы хотите вызвать у вашего мужчины чувство вины, то пытайтесь сделать это строго дозировано. То есть пытайтесь ему например объяснить допустим, что вот я например хочу скажем понять как ты к этому относишься, я хочу понять как ты относишься к тому вот что произошло для того чтобы знать ты вообще понимаешь что причинило мне боль или нет. Вот если вы так будете позиционировать себя и свою модель поведения свою линию поведения то я полагаю у вас все получится но действовать нужно достаточно выверенно действовать нужно достаточно аккуратно дабы все таки не испортить все потому что чувство вины может дать и обратные эффект при котором мужчина просто напросто еще больше от вас отдалится ну и совершенно понятно что вы тогда просто напросто добьетесь эффекта совершенно другого то есть эффект будет вообще совершенно иной не тот которого вот вы изначально хотели вот пожалуйста учитывайте учитывайте пожалуйста этот момент потому что он очень важный на этом все надеюсь что помог вам если какие-то вопросы дополнительные у вас остались пишите в личку буду рад вам помочь постарайтесь пожалуйста помнить что измена всегда это следствие не только определенных проблем в жизни пары как вам уже сказали мои коллеги измена всегда это следствие неудовлетворенности и вы можете на самом деле для того чтобы вызвать чувство вины вашего мужа вы можете говорить ему о том вот не говорить ему о том что чувствуешь что ты вину или как вам плохо а простите вот так чего тебе не хватало чего тебе не хватало в наших отношениях что ты изменил вот просто расскажи мне чего тебе не хватало опять же мне больно я хочу знать что я делал не так я не нахожу себе места вот вы можете оставить себя и таким образом тоже и надо сказать что это не менее эффективная позиция чем та о которой я говорил до сих пор я желаю вам всего доброго удачи и успешного разрешения вашей ситуации обращайтесь